всем привет сегодня у меня пару покупок вернее обзор на покупки первая вот такая керосиновая лампа германия карл холли фирма так вот она выглядит вниз у него основание чугунный в позолоте это у нас мрамор это латунь наверное многие видели подобные вещи в антиквариате есть вот такой попугай и купила такой еще подносик сейчас все расскажу про это про лампу сначала так по лампе что у нас конец 19 начало 20 здесь есть клеймы какие-то непонятные так с абажуром надо поаккуратнее не очень дорогие один вот такой абажур стоит 5000 но стекло нередко и самой стекло лампы поэтому особой ценности не представляет так снимаем с вами поверчу покажу все это планка уже у меня он чуть-чуть подпаяна видеть так вот она выглядит покручу вами ценники на подобные лампы вообще космос больше двадцати тысяч они стоят зашел на аукционный мешок в общем смотрю цены на эти но лампы смотрите вот такая вот 16 500 с абажуром нету такая 3 800 вот с абажуром наподобие как у меня 25000 ну и погнали тут ценники короче 40 12 10 3000 2000 вот наподобие как у меня было даже абажур похожи подогали вот смотрите ценник 35000 еще похожую нашел тоже не с такой чугунный типа сделаны тоже с абажуром ценник 16000 вот еще похожую нашел не с такой же похожи как у меня 15 тысяч рублей в общем такие цены ребят так вот она выглядит снизу то тут видите цифры какие-то 252 номер вот и больше ничего нету нигде я вот если честно даже боюсь такие вещи в руки брать вот эти лампы они вот лопаются вот по этому месту лампа у меня стоит уже давненько я ее не продавал нигде даже не выставлял и тут решил выставить на аукцион и многие спрашивают где я торгую данная авито торгую и торгую на мешке аукцион мешок называется в общем купил я ее за 8 продал не скажу почем в общем она продан эта лампа завтра она поедет в сибирь так дальше попугайчик вот такой он высокий сантиметров 30 на высоту бисквит фарфор так вот он выглядит искал информацию очень долго ничего нигде нет вообще никто не знает на все форумы выставлял толком ничего никто сказать не может вот здесь вот клеймо в тесте выбита ханс вреда видно нет вот так вот ханс вреда снизу клейма вот такие вот кто шарит скажите кто там по европейскому фарфору то у нас вот такое клеймо снизу типа майсон но это точно не мысом здесь вот какие-то клеммы здесь какие-то клеммы тут королевская корона вещь точно девятнарь тут уже видите от старости бисквит лопну такая трещина или заводской вот этот но это там не удар ничего это он сам по себе так разъехался кто если знает ребят помогите там с оценкой и вообще встречал такую вещичку или нет интересно ценник сразу говорю не знаю но это подносик вот такой вот сухарница или конфетницы к их называют виноградные листья здесь это у нас латунь в хроме ну тут немножко надо и подпаливать проволочкой стянули здесь вместо то есть пайка разъехалась чуть-чуть но это не критично ручки все целые ножки целы так клеймо елочка и md если мне память не заменяет макс данхер по моему так фабрика макс данхер так в бисквите у нас смотрите опять в тесте клеймо вот такой вот цифры маркировка застояние в принципе добротно так немножко есть вот тут потертости такие в общем ценник на данный поднос 5000 рублей купил я его за 4000 в общем как то так ребят многие наверное спросят что за картина картина называется ночной разговор картина нашего современника николай королев ивановский художник данный шедевр сделан в 2003 году и подарен моему дяде пыли тут сколько у нее паутина уже смотрите как он называется ночной король ночной разговор никара николай королев размеры но и тысяч третий год подарили эту картину на юбилей моему дяди картина сейчас продажи можете забить в интернет посмотреть что это за художник раз уж начал разговаривать про керосиновые лампы вот что у меня еще осталось недавно кстати продал такую лампу вообще красивую 19 век силиминовую интересно очень красивую если фотографии остались приложу вам покажу так это у нас советы обычная нержавейка стекла нету стоит такие лампы если в отличном состоянии до 500 рублей данная стоит 200 вот это она светилем только стекло нужны вот такая лампа гдр овская может и нет может и гдр не знаю если кто знает ребят подскажите тоже найти не мог вот так вот она выглядит проблема на нее найти стекло здесь какой пяти линейный что ли стекло маленькой клейм никаких нету фитили внутри есть головка нормально такая вот зеркала с отражателя за 2000 продаю такую так это со старинной лампы у нее основание нет стекла нет головки тоже нет это была лампа вот вот это типа вот такой вот вот типа это но к сожалению обломили низ то есть получилось вот такая вот фигня колба чист у меня была подставка под керосинку это вот чугун чугун тоже со старинной лампой я так взял вставил и сюда осталось только головку найти и стекло в принципе нормально лампа будет одни вот эти вот подставки продают по полторы тысячи кто-то даже и дороже не знаю как у вас конечно но это тоже колба она уже такая видите со сколами когда-нибудь ее приведу в порядок 19 век старей старенькой 500 рублей вот старинная лампа эти лампы распространенные они есть белые цветом голубые даже зеленые мне попадались так здесь на этой лампе вот эта колба не родная здесь должна стоять маленькая ее просто посадили на герметик кто-то уже сам тут заморочился в принципе лампу полностью функционально она рабочая стекло смотрите старая мыть я его не стал купил отдельно на нем даже еще этикетка сохранилась плохо видно данные лампы продают где-то от двух тысяч я видел даже две с половиной три тысячи я продаю вот эту в сборе две с половиной как-то так так вот старинная лампа тоже но это уже где-то двадцатые тридцатые годы вот эта лампа хотя может и 19 не знаю точно стекло не родное не отсюда советы головка просто металлическая такая лампочка надо ее отмыть я ее даже еще не мыл внутри на всю и помыть все в порядок привести она в таком и стекло найти цена его и 2 с половиной так но это всем знакомые лампы это обычная летучая мышь причем она не старенькая советы у нас есть конечно вообще старые но сейчас у меня вот только такая осталась и кстати хорошо покупают многие на природу берут там дачные домики кто-то туда лампочку ставит патроны я сколько раз у ребят видел делают интересно ценники их продают вот 200 рублей до трех тысяч то есть ну кто как видно я продаю вот эту именно за 1000 рублей она полностью в рабочем состоянии краска отличная хорошая лампа может даже и продавать него себе стол случайно попался тут на днях вот такой вот мне светильничек ночничок тоже советы он фарфоровый такой вот сок и видно у него еще абажур должен быть но тут ничего нету надо провод провести тут он его обрезали видно на медь ну короче колдыри шли предложили мне наградку ты взял не так дорого подать в общем кому надо продам за 1000 рублей интересно кстати может сделать даже как нет руки дойдут фонарь вот такой вот железнодорожный хочу его все отреставрировать до руки не доходит у него там внутри керосинка стоит сейчас попробую открыть вам сказать он ведь там внутри керосинка стекла вот эти вращаются разные цвета тут раз два три четыре пять разных этих цветов стекла там внутри ржавчины из него валится прям вот так вот раз на эту рубку кстати вот синий стал красный желтый белый просто надо его как-нибудь будет привести в порядок у меня уже давно лежит тет все руки никак не доходят они кстати достаточно дорогие вот эти фонарики ценники на них вот у даже год 1961 стоит ценники на данные фонари от двух тысяч рублей выше зависимости от состояния но этот вот фонарь он весь сборь его только надо просто почистить и нормально покрасить а так у него все работает все двигается там он отражатели внутри ну все такое завтра на и конечно синка интересно а у керосинки вот этого нету барашка который крутит на это вы думать припаивать но фитиль который регулирует такая вот штучка у меня есть интересные сегодня купил человек приехал ко мне в гости купил вот такие вот вещички люстра вот такая вот бронзовая это советы где-то конец семидесятых начала восьмидесятых но она из бронзы тяжелая стекла надо менять что-то уже стекла кстати не родные здесь стоят уже кто-то сам тут мудрил интересная штучка красивая люстрочка купил я ее за полторы тысячи продавать будут две с половиной минимум не хорошо уходит даже в интернете посмотрите там ценники от трех с половиной тысяч начинаются вот именно на эти люстры и на днях тоже ребята приехали вот такую вот смотрите розочку кованым продали уже такая немножко ржаветь начала не покрашен сделано красиво конечно смотрите ее кому-то дарили 2018 год 01 09 и вот так вот она выглядит эта роза кстати высота такая сантиметров 40 наверно с подставкой продам кому надо полторы тысячи так вот такой вот был обзорчик покупок у меня что могу сказать лампы кстати очень многие коллекционируют очень многие собирают поэтому ребят у кого есть выставляете даже не думайте лампы продаются любые абсолютно даже в плохом состоянии даже запчасти от керосинов ламп тоже продаются я очень много отдельно продаю вот эти вот головки цену ландила не лупите головка вот такая вот в хорошем состоянии стоит 100 200 рублей из нержавейки но это я по крайней мере продаю конечно смотрел в интернете дам цены вообще неадекватные есть так как я сказал что я вот эту лампу уже продал это теперь мне ее нужно как-то упаковать мне тут подогнали вот такой ящик армейский от раций рома спасибо тебе огромное за ящик но тут насекомые какие-то живут сейчас мы в него и будем это все дело упаковывать отправлять блин далеко надо в красноярск аж сибирь был я в красноярске в 2005 году у нас был такой тур его иванова уфа самара челябинск иркутск красноярск улан-удэ чита хабаровск владивосток в общем вот как-то так мы ехали со своей супругой ездил приехали в красноярск апрель месяц был конец чуть там не офигели там минус 30 девчонки гоняют короче колготка капрону всем пофигу мы чуть не не задубили у нас блин где-то где-то 22 апреля было у нас тут уже матч-мачка цветет грубо говоря у них там дубок бог ну может мы так попали не знаю так ну что погнали вырезала такой вот короб вот так вот ставил пенопласт так что нам нужно сделать нам нужно немножко баха выработать чтобы он плотненько сел еще чуть-чуть чтобы место оставалось даже носить теперь свободно заходит так сейчас его упаковываем в пупырку тут распорки надо всякие сделать чтобы все четко было так что я за это время сделал провожу вот такие вот проложки чтобы абажур не двигался и сама лампа стояла на месте то есть она сейчас мертвого тут стоит пупырка еще сверху накроем дабы хоть еще чуть-чуть защитить ее самая чухеровая сейчас вот упакуешь на этой в транспортной компании блин заставит это все возможно все распаковывать и чё потом делать я не знаю если заставит распаковывать беда будет это просто сверху положил здесь дополнительно сверху еще пупырка там внутри все проложено пенопластом так здесь у нас основная лампа весь головка так здесь положила так боком стекло здесь абажур в принципе получилось все компактно и нормально упаковал очень переживаю конечно ну хотя чё переживать там это дело все посмотрит это дело все посмотрит я еще там раз за сниму когда буду отправлять это все хозяйство транспортными компаниями чё хорошо отправлять у них страховка есть то есть это дело все застрахую ну и все и поедет она к своему новому владельцу надеюсь будет радовать все ребята вот такая вот у меня была обзор на керосиновые лампы на мои покупки и вот на такую вот упаковку завтра отправлять поеду ну все давайте всем пока всем удачных покупок чтобы попадались вам такие же продавцы которые очень хорошо упаковывают всем мир